Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Зачем мужчина проверяет женщину? Первый раз я начал общение, когда еще не было отношений, пропал на пару дней и начал писать слева номера, но было прекрасно понятно, что это он. Предлагал познакомиться, и туда я ничего не ответил. Зачем, когда уже были в отношениях, мы расстались, не общались пару недель. Мне начал написывать все в сетях парень, писал, звонил, я на звонки не ответил. Он писал, типа, поехали со мной за границу, выпитывал адрес, телефон, предлагал деньги за встречу со мной, я его послала. И далее я случайно узнала, что это его друг, и это он попросил друга меня проверить, дам ли я свой номер и телефон, поведусь ли на деньги. Я устроил скандал и послал мужчину, заблокировав везде. Я только начала в него влюбляться, открываться, и просто это меня вынесло. Зачем ему это надо было? И это только два случая, о которых я знаю, и я уверен, что были еще. Я просто вспоминаю, что периодически начинает писать кто-то, я не отвечаю. Но сам факт такой проверки. Тем более, если бы он на мне собрался жениться, это один момент, что мы только строим отношения, только узнаем друг друга, честно не могу это понять, может я не так вижу эту ситуацию. Смотрите, я думаю, что это конечно все не просто так. В том смысле, что мужчина, если он вас проверяет, да, если он какую-то демонстрирует в себе неуверенность, да, то это в первую очередь следствие вашего выбора. То есть вы выбираете такого мужчину, который демонстрирует вам такую модель поведения. Вы выбираете такого человека, который ведет себя таким образом. Это первое, на что нужно обратить внимание. То есть вы выбираете такого человека, вы строите отношения с таким человеком, где изначально есть элемент ненаверия. Вероятно из-за того, что вам самой как-то вот сложно, да, вот вам самой сложно человеку доверять, вам самой сложно человеку открываться. Вы, собственно, и выбираете такого человека, который, ну, принимал бы вот эту модель поведения, при которой вам, значит, будет как-то, ну, удобнее, что ли, его проверять или себя проверять и так далее. Вот. То есть вот такой момент здесь, на мой взгляд, присутствует. И где вы пишете, когда вы пишете, что вот я только начал открываться и влюбляться, да, это история, к сожалению, это история именно про то, что, что вы боитесь доверять людям. Вот. Что есть у вас, ну, определенные вот с этим трудности. Вот. И, соответственно, в первую очередь это вопрос к вам. Это вопрос к вам. Вопрос к тому, как вы выстраиваете отношения. Это вопрос к тому, как вы воспринимаете мужчину. Это вопрос к тому, как вы, значит, ну, относитесь к мужчине, да, как вы в целом видите человека из себя, ну, в отношениях и так далее. Вот. На мой взгляд, в первую очередь нужно внимание обращать именно на это. Вот. Поэтому отсюда, отсюда, именно отсюда, и проистекают, собственно говоря, проверки. Вот. Ну, о которых вы говорите, о которых, о которых вас вызывают и так далее. Вот. Не случайно вы на эти проверки так реагируете. Вот. Ну, так как реагируете, то это совершенно не случайно. Вы на эти проверки реагируете так, как, собственно, реагируете. А, вероятнее всего. С другой стороны, вы демонстрируете этим, вы демонстрируете этим, на мой взгляд, непонимание человека по сути. То есть, вы демонстрируете этим, вот, то, что личность, вот, именно личность, мужчины, да, вот, для вас не находится на первом месте. Вот. Вот. Потому что для вас, его личность, вот, не имплементирована вот эта вот проверка. И вы видите в этом для себя какой-то вот, ну, скажем так, какой-то, ну, негатив, что ли. Вы видите в этом для себя что-то негативное. Именно. Вот. И это очень важный момент. Потому что, ну, вообще-то, вообще-то, да, негативного в этом для вас ничего, ничего нет. Вот. Но, поскольку человек, получается, как бы, значит, у вас сомневается, вот, то, получается, как бы, что и вы в человека тоже сомневаетесь, вот. Но, почему вы в человека, почему вы в человека сомневаетесь? На мой взгляд, это для того, что вы сомневаетесь в себе, вот. То есть, вы не уверены в неуверенном себе, и, таким образом, вот, получается, как бы, то, что, вот, вот, это вот боль от того, что вы не уверены в себе, боль от того, что вы сами боитесь, эм, какого-то, ну, там, я не знаю, предательства, да, вот, и так далее, вы это, вот, переносите на, эм, собственно, эм, человек. Вот. То есть, ну, обратите внимание, да, на то, что, вот, вы, ну, как вы пишете, как вы, как вы, эм, как вы пишете, да, вы ему устроили эм, скандал. Вот. То есть, эм, вот, не постарались его понять, да, не постарались, эм, услышать его. Вот. Эм, ну, не то, что вы должны были, конечно, но это говорит о природе того, как вы выстраиваете отношения с ним. Вот. А ваша боль, вероятно, связана с тем, что вы человека потеряли, а вместе с ним, и потеряли вы возможность для себя, эм, что-то реализовать. Вот. Что-то реализовать, и что-то для себя, соответственно, получить, вот, ну, в контексте, в контексте, контексте этих отношений, вот, в которых вы, как бы, ну, с ним находитесь. Вот. Поэтому я думаю, что, эм, вашей основной задачей является, 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 ограничение и отделение того, что вы чувствуете к человеку, того, что вы чувствуете, ну, по отношению к нему, вот, от того, что вы чувствуете по отношению к самой себе. Вот. Потому что сейчас, на мой взгляд, происходит такая вот не очень хорошая история, что это, как бы, смешивается воедино. И в ситуациях, когда это происходит, я не знаю ни одного из случаев, когда это приводило к чему-то хорошему или к чему-то позитивному. Вот. Поэтому отсюда, собственно, и скандал вводили заживую, но, по сути, вам, на мой взгляд, просто показали и продемонстрировали то, что вас, собственно, волнует саму. Вот. Понимаете? И здесь история про обиду. Вот. Возможно, вы и сами хотели бы человека проверить. Только момент в том, что себе этого не позволяли. Вот. Вы себя зажимали в том, чтобы его проверить. А он это, он это себе разрешил. Вот. Вот. И отсюда скандал. Вот. Пока что я думаю, что вам, у вас не получилось бы, на мой взгляд, на данный момент, выстраивать, выстраивать отношения с тем, кто вас бы не проверял. Вот. Ну, не получилось бы у вас, на мой взгляд, это сделать. Вот. 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 Отсюда и, собственно, такая вот реакция. Вот. Работа со страхами, вот, работа со страхами, ну, вашими страхами, работа с уверенностью в себе, это то, на мой взгляд, чему вам нужно посвятить свое время сейчас. Вот. Ну, и, конечно же, проработки, вот, обид, которые у вас остались. Обид, обид, там, негатива на человека и так далее. Это тоже очень важно. Вот как-то, как-то так. Я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на свою работу. Желаю вам всего самого доброго.